Юля, позвоните мне, не могу разобраться в своих чувствах и отношениях с мужем. Да? Вот, Юль, позвоните мне, пожалуйста. Давайте прям сразу-то, да, продолжим, что ли. Женская история сегодня. Вечер женских историй. Вечер женский вечер. Леди Знайт, соответственно, что, во-первых, откликнулось ли что-то в предыдущем кейсе? Очень. И если откликнулось, то что? И как бы ты хотела концептуализировать свой случай под названием «Не могу разобраться в своих чувствах и отношениях с мужем». То есть, сначала расскажи о том, что откликнулось, а потом расскажи о своем запросе. Но откликнулся тот факт, что я точно так же, как Ольга, наверное, не совсем по любви вышла второй раз замуж. Вот. И первый раз тоже. Поэтому и можно сказать... А можно тебя попросить быть более откровенной? Что такое не совсем по любви? Ну, да. Для того, чтобы быть более откровенным, это нужно рассказать историю, наверное. Не, давай без истории. Просто коротко в одном предложении. Первый раз я вышла замуж, потому что думала, что я больше никого не полюблю, как первую любовь. А второй раз я вышла замуж, потому что меня, грубо говоря, выдала мама. Ну, вот и все. Че тут большую историю? Тут все достаточно стандартно. Так живет полустраны у нас. И че? Вот. И получается, что во втором браке, через два года нашей совместной жизни, меня муж инвалидизировал, я так могу сказать. Как? 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 Инвалидизировал. Инвалидизировал. Да. Что ты называешь инвалидностью? Ну, я доросла до директора медицинского центра. Мне тогда было 22. И я проработала там полгода. И, ну, как бы у меня был график очень жесткий. И ему же это не понравилось. И он сказал, говорит, вот ты занимаешься, ну, ты хорошо поешь. Давай-ка ты уйдешь с работы. И я буду тебе оплачивать вокал. Ну, и, в общем, будешь пробиваться. А то что-то ты слишком самостоятельный. Да. И я, как бы, подумала, ну, отлично. Это то, чем бы я хотела заниматься. И ушла с работы. И так получилось, что я походила на вокал два месяца. Начала там уже искать варианты, там, пробиваться. И тогда была фабрика звезд и так далее. И через два месяца муж мне сказал, извини, как бы сейчас с деньгами проблема. Поэтому посиди, как ты дома. Я говорю, ну, хорошо, как бы, окей. Хитро, но не очень. Да. Вот. И, как бы, вот в ближайшее время все наладится. И ты начнешь опять. В конечном итоге, оказывается, ситуация была в том, что он просто боялся, что я там к продюсеру уйду, грубо говоря, и грошу его. Ну, там ситуация была в том, что он боялся, что ты уйдешь в работу, в медицинский центр, тебя не будет дома и так далее. А потом ты уйдешь к продюсеру. И там и там, чем бы ты ни занималась, это все обрекалось бы на отступление. Неважно, что ты шахматами бы занималась, что ты медициной бы занималась, что ты вокалом занималась. Человек везде бы чувствовал, что ты перестаешь быть контролируемой. И как только ты перестаешь быть контролируемой и управляемой, инстинктивно тебя начинают тянуть обратно в некую спокойную конструкцию. Это, в принципе, не говорит о том, что он плохой человек. Это говорит о том, что просто бессознательно он тебя тянет назад. Это не говорит о том, что он какой-то там деспут, тиран. Эти мужчины достаточно хорошие люди очень часто. Просто они бессознательно это делают, сами не очень отдавая себе в этом отчет. Так, продолжайте. Да, и так получилось, что через год, когда я уже год сидела дома, он мне говорит, а что ты сидишь, ничего не делаешь, мол, иди работай. Я говорю, хорошо, я в принципе уже и не могу сидеть дома. Я говорю, ну, так как я год просидела, и у нас достаточно специфическая работа была, мне бы пришлось начинать все заново, и я хотела пойти личным помощником куда-нибудь в фирму. Вот, начать с этого. Это очень рискованно, там же можно сосать у начальника. Вот именно это и произошло, и он меня туда не отпустил. Какая неожиданность, слушай, мне можно романы писать, мне кажется, уже женские просто. Так, и... Вот, ну и в конечном итоге я впала в какое-то такое состояние, ну, не разрешаешь мне работать, окей, окей. Сейчас у нас там, у нас начались поездки. А ты, подожди, как тебя зовут? Юля. Юль, прости, я что-то мне это не записал. А ты бы ему сказала, слушай, ну вот ты мне тогда очерти круг работы, где не надо сосать, где не можно уйти к продюсеру, где нельзя быть совращенной кем-то. Ты мне как бы перечень профессии-то определишь, чтобы я не это, шаг вперед, шаг назад. Может, там таксистка какая-нибудь, там, не знаю, оператор дома, там, и... Я сказала ему об этом, и я говорю, ну, как ты себе представляешь, где я тогда должна работать, если ты недоволен, что я сижу дома. Он сказал, ну, иди в салон красоты работать. Ты вот занималась макияжем, дальше занимайся и работай с девушками. А, логично. Да, но дело в том, что я этот этап своей жизни уже прошла. И, ну, это можно сказать, не знаю, может, это пафосно, но, ну, как бы, это уже не мой уровень. Вот. И получилось, что вот так вот я осталась как-то ни к чему не придиранной. Хорошо, но примерно я понял ситуацию. А как запрос-то выглядит? Он, на самом деле, я тебе, Юль, скажу, что это очень типично для российской вот женщины. Я очень сильно сожалею, но вот твой кейс и кейс нашей Ольги предыдущей, хоть она и в Германии, он очень типичен. Я почему делаю женские интенсивы? Кстати, у нас для вас подарок. Мы будем продавать копии женских интенсивов всех трёх. Первого, второго и третьего. И я вам, девчонки, искренне рекомендую, в принципе, их изучить, потому что там поднимаются именно вот эти темы самостоятельности, независимости и так далее. Это очень важно. Так, Оль, Юль, продолжи. Как же запрос-то выглядит? Да, сейчас такая ситуация, что помимо того, что я как бы осталась без самореализации, у моего мужа начались проблемы на работе. И мои какие-то иллюзии о том, что он, ну, как бы мужчина, они пропали. Можно сказать, он себя кастрировал прямо в моих же глазах. Вот. Потому что он очень зависимый от семьи и работает он в компании у своей семьи. Как интересно, он сам зависимый и тебя делает, да, зависимый? Да, и получается, что я как бы, ну, пыталась с ним поговорить о том, что давай начнём развивать что-то своё. И, ну, нельзя постоянно находиться вот на волоске, там, грубо говоря, мы не могли даже поехать куда-то отдохнуть по своему желанию, потому что мы ехали вот с его семьёй, то есть весь бизнес, грубо говоря. Как же выглядит, я понял, как же выглядит запрос? Да, сейчас у меня, ну, соответственно, у меня были панические атаки. В принципе, они у меня в 17 лет были первый раз. Потом я пролечилась, и вот спустя 6 лет сейчас у меня опять панические атаки были, начались они в декабре. Ну, и с помощью вашего канала я как раз всё это проработала, и они прошли. Сейчас у меня муж уехал на 3 недели, и я вообще, в принципе, себя неплохо чувствую. Какое совпадение. Смотри, в декабре у тебя были панические атаки, потому что пик напряжения, он был высоким. Скорее всего, что происходило в отношениях тебя с мужем в ноябрь, декабрь, январь? Ситуация в том, что мы поженились вообще в июне, официально свадьбу сыграли. Мы приехали домой, нам сильно снизили зарплату, и в ноябре... Ты сказала слово «кастрировал». Вы в июне поженились, а в кавычках «кастрировала» ты его в своих же глазах к какому месяцу? Ну, как раз вот, может быть, в ноябре и в сентябре, может быть. Вот. То есть, получается ситуация, что твои паники, в кавычках, это проявление напряжения, потому что ты, с одной стороны, обесценила что-то, а с другой стороны, продолжала это терпеть. Можешь теперь это озвучить более конкретно? Что ты обесценила и что продолжала терпеть? Я, ну, как бы, иллюзию себе создала, что он самостоятельный и зарабатывает не потому, что он чей-то брат, а в конечном итоге я всё-таки поняла, что он человек зависящий, и всё это мои иллюзии. То есть, ты фактически разочаровалась? Да. Я поняла, что он для меня в глазах не совсем мужчина, а ребёнок. Ну, неважно, ты разочаровалась. Так. Так. Ну, и в принципе... А заднюю включать не получилось потому что? Потому что, ну, он хороший, добрый человек. Это по-русски. Это очень по-русски. Это прям кейс, можно, знаешь, вешать с таким большим русским флагом. При том, что я не русская. Да. А почему ты не русская? Ну, в смысле не чисто огромная русская. А, я понял. А он? А он-то русский у тебя? Он тоже не русский. Понятно. Но он и не кавказский, но он еврей. А, ну, вопросов нет. С мамой-то у тебя проблем с его нету? Есть. Ещё какие. Я не сомневался даже. Так. А, понятно. Ну, что ты вообще думаешь-то? Вот у тебя есть разочарование. Да? В сухом остатке, если без эмоций, без юмора. Вот у девушки есть разочарование в том, что она обесценила. В то же время у неё есть убеждения, некие, опять же, помнишь, как мы с Олей сейчас говорили, некие убеждения социальные, нравственные, некие убеждения. Можешь мне эти убеждения перечислить, которые тебе говорят внутри «оставайся», «тяни», «помогай» и так далее? Что это за убеждения? Ну, первое убеждение, наверное, что 24 года у меня второй брак, и это не очень хорошо. Ты можешь... У тебя есть ручка с бумажкой? Да, я вот... А ты можешь сейчас записать то, что ты будешь говорить сама? Да. Это просто важно. Давай, ты мне говори и сама записывай. Второй брак в 24 года – это нехорошо. У нас у Толи была, у неё там и три. Хорошо, ладно. Так, пишем. Второй брак в 24 года – это плохо. Записала. Дальше. Не факт, что я найду хорошего человека. Ты прям повторяешь мой последний пост в Инстаграм. А я его вот как раз начала читать, но уже начался вебинар. Сейчас закончится, почитай, ты посмеешься. Давай дальше. Так, второй, ещё раз. Что там у нас, я не запомнил. Не факт, что я найду хорошего человека. А, естественно. Не факт, что я найду хорошего человека. Не факт, что я полечу в Таиланд, и мне понравится. Хорошо, дальше. Ну, наверное, это основные. Давай ещё раз, прочитай их. Второй брак в 24 года – это плохо. И не факт, что я найду хорошего человека. Но ещё не хочу делать больно, наверное. Ну, давай напишем третий. Я не хочу делать больно. Я что-то ждал этого, больно, но что-то его не услышал, вот, наконец-то. Так. Ну, типично, на самом деле, да. Типичное убеждение, вот, я хочу сейчас к зрителям обратиться. Типичное убеждение, которое создаёт внутренний конфликт, которое создаёт вот это напряжение на разрыв, да. Одна нога говорит, я хочу остаться, и у нас есть три аргумента. А другая нога говорит, ну, как бы, да, вы поняли. Ну, она немного разочарована, немного она поняла, что она, как бы, это, поспешила, да. Ну, расскажи, что я тебе рассказываю. Вторая нога, что говорит тебе? Первую ногу мы сейчас записали, там три части, а вторая, что говорит? Нога. Вторая нога говорит, что меня вообще, можно сказать, как бы, выдали замуж второй раз, чтобы от меня избавиться, вот. И вообще, я, честно говоря, изначально думала, что проблема совсем не в муже. Подожди, ты про ногу не сказала. Нога-то что внутри говорит твоя? Два ли. Она же раздвигается, у нас внутри конфликт, это левая и правая нога, эти ноги... Да. Так вот, вторая нога хочет... О, боже мой, храни Фрейда, что же это такое, что же мне все ноги раздвигаются в последнее время? О! Извините, это личное. Так, давай не нога, вектор. Левый и правый вектор. Один вектор говорит, надо оставаться, потому что второй брак, да, потому что там сделаю больно и так далее. Второй вектор говорит о чем, что я все-таки... Говорит, все, надо бежать. Надо бежать, давай конкретнее здесь, потому что... Потому что... Потому что ничего не изменится, и человек изменить в 33 года невозможно. Это сложно. Скажи, пожалуйста, ты подписана на мой инстаграм? Да. А ты читала пост, он был относительно недавно, точка невозврата? Возможно. Я, наверное, может быть... Какие вы плохие подписчики? Точка невозврата. Нет, не помню. Ну, что же вы такие, не это самое. Это он буквально был, вот там я сижу, зоопарты, он третий пост в Тельвленте. Короче, задание тебе, почитай пост, точка невозврата, он третий в Тельвленте, сверху, справа. Вот ты сама как считаешь? Доверие к нему не как с точки зрения измены, там, секса, а внутренние ощущения у тебя как? Вот попробуй сейчас быть искренней. Я перестала ему доверять. Вот. Вот я это и хотел проиллюстрировать, вот я пост писал, просто не всегда хватает мне слов, чтобы выразить своим подписчикам то, что я имею в виду, когда чувствую то, что происходит внутри людей. Вот вам, Юля, сейчас это хорошо иллюстрирует. Есть внутреннее состояние, когда ты понимаешь, что, ну, как бы тумблер выключился. Выключился. Ну да. Это и есть точка невозврата. И у меня к тебе вопрос, может ли твой муж что-то сделать такое, чтобы этот тумблер включился? Мы, ну, достаточно откровенно разговариваем, и, в принципе, я ему обрисовала все свои недовольства в его сторону. Так. И он, в принципе, согласился меняться, но я боюсь, что у меня уже внутри все перегорело, и я вот в этом как раз разобраться не могу, стоит ли мне на что-то здесь вообще. Читай пост, я уже про это написал. Вот надо понять это, что если у тебя внутри этот вот переключатель этот выключился, и там действительно уже этот момент прогорел, то вот здесь надо быть с собой просто честной. Понимаешь? Я вот не могу себе сознаться ни в чем. Вот. Почитай этот пост и услышь сейчас меня, что если ты внутри понимаешь и чувствуешь, что вот, ну, как бы прокрутила такие варианты, такие, да, вот как это можно сделать на практике? Смотри, представим, значит, я не знаю, Авраам пришел домой с мешком денег к тебе и говорит, значит, все, значит, Зина, все, я вот стал предпринимателем. Он пришел, все, у него собственный бизнес, все, у него куча денег в мешках. Ты как от этого себя будешь чувствовать? Ну, хорошо. То есть, в принципе, это вопрос только денег. Из самостоятельности, в принципе. То есть, если он просто начнет зарабатывать денег, он для тебя вернется или не вернется в области доверия? Если только денег, то нет. А что кроме денег должно быть? Должна быть личность. Что конкретно он должен быть? Что это? Он должен быть интересным человеком, у него должны быть какие-то занятия, хобби. Он должен, мне должно быть с ним интересно. А вот теперь тамази. Ты слышала, что ты сейчас спалила, что ты себя обманула? Нет. А я хитрый. Ты мне рассказываешь на терапии, что вы поженились летом. Угу. Ближе к ноябрю, декабрю у тебя возникает напряжение. И ты его иллюстрируешь, что там произошли определенные финансовые изменения на работе. И он для тебя, как мужчина, с точки зрения самостоятельности, он как бы подугас, скажем так, если не сказать угас. Так? А сейчас ты отвечаешь на мой вопрос немножечко более честно. Оказывается, он в целом для тебя, как человек, что? Неинтересный. Вот. Да, потому что сейчас, я извиняюсь, получилось так, что этого три недели не было. И я ему сказала о том, что давай сейчас максимально постараемся сделать наши отношения свободными. Ну, в том плане, чтобы я могла общаться с друзьями, с которыми я там давно не виделась, например. Вот. И я на одной из тусовок начала общаться с человеком новым для меня, молодым. И он мне показался очень интересным. Я получила такую дозу удовольствия просто от общения, которой мне не хватало давно. Я прям неделю ходила заряженная. И я хочу, чтобы мои зрители, мои клиенты услышали на примере этого кейса то, про что я пишу в Инстаграме в своих постах. Про правду. Обязательно сейчас вот закончится занятие, почитай он сверху, этот кейс. Это правда. Ты просто узнала человека лучше. И то, как ты узнала человека, ты поняла, что он тебе выгорел. Не оно. И тебе надо задать себе ряд честных вопросов. Запишите эти вопросы, у кому сейчас это откликается. Это касается и женщины, и мужчины, и девчонок, и мальчишек, неважно. Может ли мой партнер что-то поменять, что во мне это зажжется опять? Если вы скажете, что в принципе, если он вот так-то, так-то, так-то сделает, даже если он так-то, так-то сделает, то внутри ничего не зажжется, это правда. И даже если он как елка разоденется, понимаете, и даже если он принесет миллион долларов, и даже в принципе, если он там что-то начнет там ухаживать, звонить, если внутри не загорается, это правда. У меня, знаешь, сколько, Юлечка, было клиентов, которые за 10 лет примерно рассуждали так, женщина сидит на терапии или мужчина сидит на терапии, концепция выглядит так, пауза, а потом человек говорит, ты знаешь, даже если он поменяется или она поменяется, она говорит, я чувствую, что, ну, как бы выключилось что-то. И были другие случаи, когда мужчина и женщина говорили, что вот если вот человек изменится вот в этом, то будет всё хорошо. И вот отличить эти вещи и есть задача твоего консультанта и твоей психотерапии и твоей честности, Юля, самой с собой. Если ты проведёшь такой небольшой ресёрч внутренний и скажешь себе, что, в принципе, если он станет вот таким и таким и таким, то, в принципе, ты хочешь быть с ним, тогда ты могла бы ему помочь, чтобы он это увидел и чтобы он к этому стремился. И ты могла бы делать выводы уже исходя из его стремлений и результатов. Это понятно? Да. Если ты внутри себя говоришь, как бы он не поменялся, как личность, он мне больше не интересен, тогда это та правда, которая чем раньше, тем лучше будет доведена до обоих партнёров, и вы примете совместное решение без тяжёлых эмоциональных конфликтов. Вот это вот, что называется честностью эмоционального интеллекта. Если ты внутрь себя заглядываешь, ещё раз повторю, и понимаешь, что, в принципе, достаточно поменять партнёра, неважно, мужчина или женщина, по этим параметрам, и, в принципе, ты готова выстраивать с ним эксклюзивные отношения дальше, тогда ты ему помогаешь. Ты смотришь и смотришь на результат. Если у него получается, ты говоришь, круто, молодец. Если у него не получается, и он там как бы филонит, ты говоришь, слушай, братан, ну как бы не алё. Либо ты внутрь себя заглядываешь и говоришь, как бы он не поменялся, даже если он поменяется, у него получится, как личность больше не загорается. Вот, услышала меня? Да. Чё ты об этом думаешь? Ну, я думаю, что всё верно, потому что я, в принципе, я пыталась как-то раз уже его поменять, но не получилось. Не поменять, подсказать. Подсказать, да, всё верно. Ну, мы как бы в дружеских, очень хороших отношениях, и сейчас уже после невроза, ну, как бы я ему сообщила, что, скорее всего, друг мой, у меня что-то связано с тобой, и вот это, вот это, вот это меня не устраивает. И в этот раз он меня, мне кажется, больше услышал. Ну, правда, только не, видишь, как ты чуть-чуть на неврозик съехала, как оправдание. А правда заключается в том, что, Саш, ты знаешь, если честно, я, ну, поняла, что, как бы, мне не очень нравится то-то, 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 и я сначала подумала, что если ты поменяешься в том-то, 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 то будет всё хорошо, но сейчас поняла, что даже если ты поменяешься, ну, как бы, так? Не знаю. Вот здесь, да, здесь у нас пауза, да, и вот здесь ты идёшь внутрь своей терапии и начинаешь прислушиваться к себе. Понятна задачка? Понятно, очень сложно, но понятно. Юлечка, она не сложная, она просто честная. Она не сложная, людям сложно быть просто честной с собой. Ты не представляешь, как честная, как сложно быть просто честным с собой. Очень сложно. Вытащить эту правду, это гораздо сложнее, чем прыгнуть с парашютом, порой, для многих. С парашютом шагнул, глаза закрыл, материшься, слюни выглядят, там, бф, нормально. А тут надо быть честным, и это сложно. Ещё раз я повторю. Заглядываешь внутрь себя, неважно ты, мужчина или женщина, и задаёшь один себе вопрос. Что может мой партнёр поменять в себе, чтобы я захотела остаться с ним? Им возможно ли это? Чётко смотришь эти пункты. Если ты внутри себя говоришь, да, если он это поменяет, я готова на эксклюзивные отношения или готов дальше, тогда ты приходишь к партнёру, говоришь, братан или сестра, у нас с тобой есть такие-то сложности, я хочу быть с тобой, ты мне нравишься как человек, мне не нравятся вот эти некоторые детали. Давай над ними поработаем. Ты мне скажи, над чем мне поработать, я тебе скажу, над чем тебе поработать. Давай вместе. Окей. И смотришь на результат. Если ты внутрь себя заглядываешь и понимаешь, что как бы твой партнёр не поменялся, внутри это выключилось, то всё остальное будет просто пустая трата времени. И у меня к тебе последний вопрос. Молодой человек, с которым ты просто пообщалась на отвлечённые темы, и ты эмоционально загорелась, чем тебе показался интересным? Ну, он литератор и пишет стихи, и он очень начитанный. Ну, как бы, вот этим. Что значит начитанный? Ну, он прочитал очень много литературы, и мы с ним как бы обсуждаем. После литературы ты же не будешь жить и трахаться? Нет, конечно. Нет, он помимо этого, он ещё и симпатичный. Ну, наконец-то. Раз, правда, он тебе симпатичен внешне. Вторая, правда, какая будет, литератор. Гениально. Хочешь, чтобы я в это поверил? Ну, просто это, правда, первое, что меня зацепило. То есть, вот именно все я об этом. Тебя зацепила эмоция, что тебе показалось что-то это интересным. Сначала девушка считывает его визуально. Он тебе сначала показался симпатичным и интригующим. Ты к нему подошла, и этот симпатичный и интригующий мужчина оказался ещё достаточно интересным собеседником. С интересным, разнообразным взглядом на литературу. Который может поразмышлять на разные темы разных писателей и разные подходы. Да. Супер. А возбудило что в этом всём? Так. Ну, наверное, его какая-то своя такая точка зрения, независящая ни от чего. То есть, независимость. Вот, это то, о чём я и хотел вам всем сказать и пишу об этом в инстаграме. Это сейчас мужиков касается. Женщины возбуждаются во всех смыслах моральных и физических от личности. Поэтому девочки в школе любят двоечников. Потому что двоечники – это мать его личности. Которые могут встать на уроке и сказать, Марья Ивановна, шла ты в жопу. Да, это социально неправильно и некрасиво, но это личности. Потому что ботаников пятёрочники девочки не очень любят. Потому что что? Потому что куда мама-папа сказала, туда и пойдём. Запомните это правило. Женщины любят, давайте скажем, пошлость. И хотят заниматься сексом с личностями. Всё верно. Я хочу, чтобы вы это запомнили всё. Ты поняла примерно технологию, которая тебе нужна внутрь себя? Да. Супер. Чё скажешь? Я скажу, что это сложно. Но, по крайней мере, глаза боятся, руки делают. Поэтому нужно делать... Просто сядь. Просто сядь. На берегу реки, озеро там, я не знаю. На балкон выйди. Возьми чашечку кофе, термос с чаем. Я не знаю. Просто пройдись по городу. Надень наушники с музыкой. И просто загляни внутрь себя. И задай себе вот этот вопрос. Может ли мой партнёр что-то поменять в себе, чтобы я захотел остаться с ним? Если да, то что? Если нет, то нет. Чем честнее вы будете друг с другом и с собой, тем лучше будет ваша жизнь. Он должен приехать в конце недели. И, честно говоря, у меня прям страх этого момента. Не рассматривай это как секиру над головой. Просто размышляй внутри себя. И не нужно... Это не какая-то казнь. Ты можешь себе сказать, что я не знаю. Я дам себе время. Ведь ты можешь так сказать? Да. Ты можешь сказать, я хочу посмотреть, насколько можно его... Какие можно посмотреть параметры, которые он может поменять. Я хочу прислушаться к себе. Мне нужно для этого... Дай себе, например, 2-3 месяца. Скажи, я даю себе 2-3 месяца послушать себя. И анализировать. То есть, не ставь себе дедлайн. Он приехал, должно быть решение. Дай себе пару месяцев на внутренние ощущения. Я больше не решение, наверное, боюсь не дать по приезду. А того, что он... Я не хочу, чтобы человек меня прям даже трогал тактильно. Даже обнял. Ну, тут я не смогу больше это комментировать. Ну, тогда скажи, что у тебя часотка. Хорошо. Скажи, пожалуйста, мы можем этот кейс на YouTube показать? Да. Супер. Спасибо тебе большое. И я напоминаю всем, что у нас в продаже есть женский интенсив. Первая, вторая, третья часть. Там около 10 часов вот этих женских тематик. Девчонки, обязательно обратитесь и поизучайте. Вам это будет полезно. А тебе, Олечка, Олечка и Юлечка, вам сегодня огромное спасибо. Вы сделали сегодняшний женский вечер. Хард леди знайд. Да. И действительно, это было очень честно, очень искренне и очень про правду. И я вам очень благодарен, потому что вы действительно сегодня две честно, искренне показали, как выглядят классические женские неврозы. Да, как выглядит классика ВСД, потому что Юлечка, Олечка, огромное количество девушек с вашей же концепцией. Они бегают по врачам, как с бешеной торбой, что у них там ВСД и ПА. Но на самом деле за этим стоит та правда, которую я сегодня попытался вам всем показать. Спасибо вам большое. Юлечка, и тебе спасибо большое за то, что разрешила выложить кейс. До 21-го числа я к вам приду. А, мы увидимся с тобой в Москве. И 20-го, и 21-го я у вас буду. Ты у меня будешь в мини-группе на Москве? Да. А, ну мы с тобой тогда еще в глаза в глаза будем стоять, смотреть. И возьми с собой спортивную форму, у нас там будет упражнение. О, да. Я уже готова. Да, тебе сказали менеджеры? Да, все сказали. Хорошо, молодцы. Мы будем делать упражнения по определенным вещам. Будешь мокнуть, поэтому бери полотенце и спортивку. Да, мне даже придется остаться в гостинице. А там, в принципе, в этой гостинице многие жить и будут. Да. Ну, если тебя не смущает, что она такая не супер лухарь. Ну, я видела уже. Да. Все, спасибо. Спасибо большое. Счастливо. Пока, Юль. Всего доброго. До встречи. Не прощаемся с тобой. Уй.